День Святого Валентина, названный в честь христианского мученика, берет свое начало в далеком 496 году в Европе. Сегодня вокруг зарождения праздника существует множество легенд. Одна из них гласит, что Валентин был римским священником при правлении Клавдия II. Однажды император запретил заключать браки. Но сочувствующий влюбленным Валентин тайно женил приходящих к нему мужчин и женщин, за что поплатился и был казнен 14 февраля. С тех пор, вот уже много веков подряд, в этот день все влюбленные почитают память святого мученика и поддерживают главную идею праздника – любить ближнего своего. Надо любить всех людей. Я желаю, чтобы не только молодые, но все люди любили друг друга, согласно христианской концепции любви, бескорыстные дар себя людям. Но это может трудно, но так жизнь будет легче. В Твери, как и во всей России, отмечать День Святого Валентина начали всего несколько десятков лет назад. И несмотря на то, что на Руси издревле существует свой праздник влюбленных, который сегодня называется День Семьи, Любви и Верности, 14 февраля для многих тверетян лишний повод порадовать свою вторую половину. Я приготовила сюрприз. Мы пойдем в то место, в которое он еще не догадывается. Мучиться. Жалко человека. Но вечером ему понравится. Я накрываю праздничный ужин, делаю небольшой подарок своему супругу, и мы вместе отмечаем вечером. Отмечают праздник не только дома, но и в учебных заведениях. Для всех, кто хочет признаться в любви, в коридорах университетов и школ ставят специальный ящик для валентинок. Мне очень приятно, что я получила аж три валентинки. Я не знаю, от кого они, наверное, от кого-то, кто хорошо ко мне относится. В этот день радуются не только влюбленные, но и продавцы цветов и игрушек. Поток покупателей 14 февраля, по словам консультантов, цветочного магазина увеличивается вдвое. Могу сказать, что сегодня народу больше, чем в обычный день. Очень много заказывают цветов, композиций, букетов. Популярность праздника уже давно внесла свои коррективы в саму идею дня влюбленных. Магазины еще задолго до 14 февраля предлагают тематические подарки. Плюшевых медведей, сладости, открытки. Это стало выгодным коммерческим ходом. Так, например, многие держатели цветочных лавок повышают цены на букеты в среднем на 20, а то и на 50%. Но если вернуться к западным традициям, то День Святого Валентина предназначен, чтобы дарить то, что не стоит никаких денег. И это что-то любовь, у которой не должно быть одной из конкретной даты в календаре. Любить женщин нужно каждый день. Анастасия Зацепина, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот. Анастасия Зацепина, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот.